всем привет вы все знаете как готовить плов если не все то большинство из вас это точно знает кто то готовит настоящий плов кто то как думает что настоящий а не настоящий то это не важно но вы знаете как его готовить а еще знаете вы как готовится белый плов да именно белый плов оригинальный плов он имеет такой цвет желтый оранжевый такой красноватый да а я сегодня буду готовить плов який будет иметь белый цвет что мне для этого понадобится естественно казан в котором я буду готовить я ставлю на газ включаю наливаю сюда буквально где-то миллиметров 30 постного масла не больше достаточно добавляю сюда сливочное масло сливочное масло я буду добавлять сюда ну постепенно зараз я положу где-то грамм 50 казан и хай воно зараз расплавиться нагреется постно расплавиться сливочное масло наливаю наливаю туда послевочное масло для того чтобы сливочное масло не горело в приготовлении этого плова я буду использовать курини таки голени не только можно на воли не использовать можно использовать любое мясо но именно курина потому что именно курина мясо оно белое нарезала я сюда и лук стримая луковицы средних размеров нарезала я полукольцами кольцами як хочете если маленькая цебулинка нарежьте колечками даже можете нарезать и мелкими кубиками роли не играет я бросаю сюда лук буквально пару минут он прожарится и буду добавлять я сюда куриное мясо лук жарить я не буду его просто чуть-чуть чтобы он стал мягенький прозрачный можно взять например сюда чистую мято у нас косточки это например у меня сегодня ну воротель любое куриное мясо я как вы любите такое у вас есть в наличии лук стал такой прозрачного цвета добавляю я сюда мясо и теперь его трошечки трошечки обжарю самое главное чтобы оно не было чёрное мы буду добавлять сюда сливочное масло а еще зараз сюда я добавлю чесночок 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 у меня мороженый мы так чистим его на чеснокодавку или на мелкую терочку замораживаем такими кусочками это уже удобно потому что оказалось у меня чеснок не лежит уже долго она вечно пропадает а так замечательно морозильник камере помешивать естественно я буду чтобы самое главное чтобы ничего тут у нас не пригорело так все делиться чуть-чуть мясо я не жарю и лук тоже делиться вид и остается таким прозрачным беленьким так сюда я буду высыпать картошка да именно картошка нарезанного таким а все брусочками на мясо и сюда на картошку я сразу же высыпаю промытый рис так разравниваем рис по поверхности картошечка теперь мешать ничего не надо внизу лук с мясом картошка и потом иди рис зверху так и теперь я зараз заливаю все водою акуратно так и сюда буду делать сколько води води чтобы оцарис был покрытий водой где-то на палец сейчас сейчас вы побачите все камера должна передать да так все вот так акуратно акуратно газ я включила на всю на самый великий огонь мне надо просто зараз чтобы оно по-быстрому все закипило я только закипать газ делаю на минимум ставлю самый минимальный газ и у вас есть закрываю крышкой и на медленно-медленном огне вон у меня будет вариться или даже тушиться где-то минут 50 час надо будет проверять надо будет обязательно дивиться че есть жидкость че осталась еще вода если вода у вас выкипать быстро надо было долить трошечки воды но время приготовления на медленно-медленном огне минимум 50 минут так у меня еще осталось масло сливочное цей казан пиде у меня цепочка масла 200 грамм зараз я зверху порежу на кубики положу кашу маслом не испортишь со специи со специи сюда добавлять ничего абсолютно не буду минут где-то за 15 до окончания приготовления этого плова моего белого я его посолю такую вкуснятину я сегодня приготовила вообще прелесть картошечка полностью варена мясо тоже полностью приготовлено мягусенько мягусеничка получается смотрите смотрите вообще сейчас будем пробовать делать дегустацию ну я знаю что оно вкусно потому что я уже не первый раз готовлю его вкус вкус вот именно этого белого плова он отличается от того плова який мы все привыкли готовить тут вкус получается таким знаете сливочным таким нежным вообще просто попробуйте приготовить должно вам понравиться у нас внук плов так и он не есть а вот цей кушаем ну нам всем приятного аппетита а вам пока и до новых встреч пока пока пока